тогда вот так это рпк 74 ручной пулемет калашник этот пулемет успел я думаю где-то пострелять повоевать а вот особенность данного пулемета 74 модели это калибр 545 то есть уже он пришел на смену рпк который был по 7 6239 вот это еще прям практически 1 1 еще с деревянными с деревья с деревянным прикладом деревянное цевьё вот магазинчик у нас от него старый бакелитовый еще вот сейчас уже пластик новые черненькие вот но магазин вот этот по 30 патронов это вот такой это это автоматный магазин ну как бы что дали то дали товарищи наши стамбова подарили такую игрушку вас и закрепляется бегать в принципе можно уже в сложенном состоянии с ними скорее если только на консервации уже позже в девяносто третьем году рпк 74 м появился это то что сейчас мы видим то есть были заменены деревянные части на пластик вот соответственно бакелитовая рукоятка все все то есть как бакелитовые части были заменены уже на черный пластик вот пулемет сразу стал полегче вот калибр остался такой же 545 вот то есть но сейчас уже такие вряд ли если только уже действительно где-то на глубокой консервации а вес данного образца в неснаряженном виде 5 килограмм 516 вот то есть его уже скажем так младший брат 74 м он похудел до 4 килограмм ну короче 464 67 в неснаряженном виде питается калибр 545 данный 545 есть образцы под 7 62 в том числе есть кстати варианты уже под калибр 555 556 под натовский патрон автоматика одиночный то есть принципе это если так разбираться это большой автомат калашникова до большой автомат калашникова то есть принципе все то же самое одиночный огонь автоматический огонь то есть даже по сути устройство сходное то есть все то все то же самое то есть сборка разборка также проводится то есть по принципу автомата калашникова единственное то есть и даже опять же как мы говорили то что те же магазины то есть они подходят сюда автомата вот единственная длина ствола и приколи приклад отличие а